Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин 740 и сегодня мы расскажем вам о новинке в реле напряжения. Компания Zuber выпустила на рынок Украины реле напряжения серии MF. Отличительной особенностью данных реле напряжения MF 25, 32, 40, 50, либо 63 разного номинала, помимо напряжения, сейчас вы уже можете видеть и нагрузку реле показывает и силу тока в ампераже. Мощность состоит из активной реактивной нагрузки и ее можно рассчитать, если мы умножим напряжение на ток. Что касается схемы подключения, наверное, проще всего вам показать. Оно достаточно простая схема, мы приблизим покажем. Также вот видите провода, тут также видно, что у нас 0, вот фаза вход, фаза выход. Изначально показывает у нас входящее напряжение, ток и нагрузку. Если мы нажимаем, то у нас показывается последнее аварийное напряжение, ток и активная нагрузка. Если мы нажмем два раза, ну видите, возвращается первое исходное у нас напряжение. Если мы на два раза, то у нас уже показываются пределы сработки по току. Если мы нажимаем три раза на среднюю функциональную кнопку, то у нас раз, два, три. У нас показываются пределы сработки по активной нагрузке. То есть там сколько, в зависимости от модели, будет показывать. Мы вам показываем сейчас на примере одной релюшки, чтобы смысл понятен. Если мы начинаем включать четыре раза, мы видим задержку включения нагрузки. Три секунды заводская установка, шаг тоже три секунды, можно выставлять от рог до шестисот с шагом три секунды. Если мы нажимаем пять раз, раз, два, три, четыре, пять, то мы видим задержку включения нагрузки при сработке по току или превышении мощности. Тут шаг одна секунда, изначально пять секунд заводская установка, а пределы от 0 до 240 секунд. Шесть раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы видим установку максимального количества сработок защиты подряд по току, либо превышение мощности. Если вернуться еще, вот у нас, смотрите, мы видим нижнее, можем выставить, у нас 173 выставлено, нижний предел. Ну, это вы уже, наверное, смотрели видео предыдущее. Вот нам надо сделать 170. Мы вот, хоп, выставили. То есть, у нас нижний предел сейчас будет 170. Все очень просто. Если нам надо верхний предел выставить, вот, 245 мы его, например, 250 выставили, зафиксировали. Все, у нас тут уже верхний 250 стоит, входящий по верхнему. Если нам надо понять, какая у нас версия прошивки, мы удерживаем кнопку 8 секунд. Вот, ждем 8 секунд, и нам выдаст. Вот. Вот, нам выдало. Ну, в общем, там у нас P24, там и так далее, 40 ампер. Ну, вот, в общем, P24, 2.4, это была версия. То есть, если у вас там, например, сервисный центр хочет уточнить, либо вы сами хотите понять, какой серии производства это релюшка. Отличительной особенностью реле напряжения Zuber является простота эксплуатации. То есть, вот, в очередной раз, выпустив следующую модель, более нового поколения, новинка 2018 года, убеждаемся, что очень просто для пользователя понять, как самому поднять верхний, нижний предел, как посмотреть с помощью функциональной кнопки, там, 2-3 раза. Нажал, посмотрел, какие тут у тебя параметры и так далее. Тут можно также сделать, провести юстировку. Не будем уже, тут все в инструкции есть, и это все можно индивидуально сделать, юстировку, там, напряжение, тока, если у вас там расхождение есть, какие-то с вашими приводами. Вот, по поводу комплектации, сама реле напряжения, вот, паспорт такой, вот, вкладыш, гарантийный талон с отметками, вот, мы здесь все заполняем, проставляем, при получении от нас, вот, все заполненное получаете. Ну, и сама, непосредственно, коробка, упаковка, в которую все это комплектуется. Пределы напряжения, верхняя 220-280, нижняя 120-210. Время отключения, перенапруги, так скажем, если больше 264 вольт, то время это 0,04 секунды, если от 220 до 264, то это полсекунды. Время отключения во время падения низкого напряжения 176-210 вольт, это за 10 секунд. Если свыше 164 и до 176 вольт, то это полсекунды, если меньше 164 вольт, то это 0,04 секунды. Ну, это сделано для того, чтобы постоянно не отключалось напряжение, если оно там, например, 164-176, за полсекунды успело переключиться и не просесть, то он не будет отключаться. Время задержки включения нагрузки от 3 до 600 секунд, это можно все выставить. Время задержки включения нагрузки при превышении тока или нагрузки от 0 до 240 секунд. Напряжение питания не меньше 100 вольт и не больше 420 вольт. Если по габаритам, то это вот у нас высота 85 миллиметров, 53 миллиметра вот этот размер и 70 миллиметров высота. Все вот это вот у нас дело насаживается на один рейку, вот можно, ну, вот такой тут отключается. То есть вот, вот так вот. Рассматривая нашу модель Zuber MF63, основные грани по току это от, ну, пределы от 0,1 до 63 ампер, ограничение активной нагрузки от 100 ватт до 13,9 киловатт, номинальный ток нагрузки 63 ампера, максимальный 80 ампер до 10 минут. Номинальная мощность нагрузки 13,3900 вольт ампер. И точность измерения силы тока, если у вас 45-63 ампер, это плюс-минус 0,6 ампера, от 10 до 45 ампер, плюс-минус 0,1 ампера, от 1 до 10 ампер, плюс-минус 0,2 ампера, меньше 1 ампера, плюс-минус 0,3 ампера. Количество коммутаций под нагрузкой не меньше 50 тысяч циклов, и количество коммутаций без нагрузки не меньше миллиона циклов. Тип реле поляризованный. Интернет-майзин 740 является официальным дилером по продаже реле напряжения Zubr. Мы поддерживаем гарантийное сервисное обслуживание данных реле, и в случае возникновения каких-либо вопросов, можно к нам всегда обращаться, и мы обязательно поможем. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!